Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили. И сегодня мы опять будем кушать. Обычно я всегда беру колу. В этот раз решила фанту. Оп! Здоровье! Обычно я все это беру в ресторане около своего дома. Точнее, около метро. Ну, в общем, чтобы особо не запариваться. Честно, я немножко в шоке от Цезаря, потому что здесь просто обычная капуста. Здесь огромные помидоры, здесь огромные сухари. Вы просто смотрите. То есть я такого Цезаря уже давным-давно не видела. Внешний вид ноль, но вкусно, если честно. Но для видео у еды еще должен быть хороший внешний вид. Цезарь, ладно, бог с ним. Я спросила у них, есть ли у них хот-дог. Они сказали нет. Я спросила, а гамбургер? И она сказала, нет, вроде гамбургера тоже нет. Хотя нет, подождите, говорит, давайте я спрошу. Позвала администратора. Администратор такой, есть, почему нету? И кассир такая, когда у нас был, говорит, гамбургер. И он такой, сейчас мы организуем гамбургер. И, короче, пошли делать. Я администратору сразу сказала, что мне нужен нормальный внешний вид. Так вот, ребят, конец истории таков. Вот такой вот у нас гамбургер. И внутри здесь сосиски. Я еще могу поверить, что это такой хот-дог, но то, что это такой гамбургер, это вообще интересно. Да, вот такая вот история со мной приключилась. После того, как мне вручили вот этот презент, я не стала уж, знаете, там устраивать. В следующий раз не пойду к ним. Ну, я скажу так, хоть у салата нету внешнего вида красивого, но зато он очень вкусный. Лучше всего я на своем кулинарном канале выложу классный рецепт Цезаря. В последнее время что-то прям забросила свой кулинарный канал, но я буду снимать обязательно. Просто у меня еще работа. Я реально не успеваю, когда на кулинарный что-то не выставляю. Не бывает столько недовольств, как на основной канал. мои зрители просто привыкли к тому, что каждый день у меня новое видео. И когда видео не бывает, не пишут, где прежний график. вот такая вот курица, огромная. Суховатая, я вам так скажу. Но в общем и целом пойдет, есть можно. Я человек не капризный. Хотя смотрю, что он не капризный. Например, суши, не везде мне нравится суши. Мне нравится только суши Бако. У других они что-то там разваливаются, невкусные. Помните последние суши, которые я снимала? Их просто взять невозможно было. Они просто разваливались. Здесь салфетички. Сухарик. Все-таки здесь есть сухари. За этот цезарь я заплатила 7 монат. За эту же цену я в других местах ела классный цезарь. Беру свой телефон. Как всегда в инстаграме я прошу вас задать интересные вопросы, на которые мы можем порассуждать. Здесь такой первый вопрос, который я вижу. Если бы тебе предложили работу в США далеко от дома, ты бы согласилась? Я не знаю, почему многие люди вообще в Азербайджане мечтают уехать за границу, жить где-то в Америке или в Европе. Я, конечно, понимаю, что там жизненный уровень гораздо лучше, чем здесь. Но я предпочитаю быть рядом со своими близкими. Знаете, мне много для счастья не надо. Мне не надо, чтобы у меня была огромная вилла, чтобы я была миллионером. Мне достаточно, чтобы у меня была квартира, в которой можно жить. Не обязательно прям евро-ремонт. Если ремонт будет как у нас, это будет достаточно. Чтобы у меня был автомобиль. Пусть это не будет Гелендваген, но обычный какой-нибудь Кио или Шевролет. И близкие, родные были здоровы и рядом. Ну и, естественно, какая-то работа, чтобы жить, чтобы питаться. Счастье, оно не в деньгах. Я это уже давно поняла. Когда я не работала, училась в универе, я помню, что каждый раз, когда я покупала себе какую-то новую вещь, я настолько радовалась. У меня прям поднималось настроение. Когда у меня не было настроения, я шла просто себе что-то покупать, и автоматически мое настроение было супер. А сейчас этого не осталось. Сейчас, когда ты сам зарабатываешь, ты можешь себе купить любую вещь, у тебя теряется интерес к этому, ко всему. Ты покупаешь уже себе три кофточки, но уже у тебя нету такого, знаете, кайфа, как это было в универские годы. То есть для тебя это обычная шмотка. Ничего более. Я не знаю, может быть, это связано с тем, что ты взрослеешь, и как-то приоритеты меняются. Ну, блин, я в прошлом году закончила универ. Иди сюда. И неужели всего за год у меня так прям поменялись взгляды на жизнь, так скажем. Начала смыслить, как пенсионер. Возвращаясь к вопросу, если мне предложили хорошую работу где-то в США, а родители бы остались здесь, я бы не согласилась. Еще учитывайте тот момент, что я не была в Америке, я не могу сказать, мне там понравится или нет. Вот. Поэтому как-то так. Самое главное, я всегда это говорю, и в Инстаграме даже в статусе всегда смотрю, смотрю, ставлю. Главное, это гармония с собой. Иногда я замечаю людей, у которых, ну, все есть. Ну, что расстраиваться. Ну, настолько люди пессимистичные, что все плохо. А иногда бывает, человек толстый, у человека, не знаю, проблемы. Но он оптимистичен, и это круто. Самое главное, чтобы вы внутри были счастливы. У меня всегда такой, знаете, боязнь, что я пожалею о чем-то. Но иногда не делаю то, что я хочу сделать в данный момент. Я боюсь, что потом я пожалею об этом. А в конце оказывается так, что я жалею о том, что я не сделала то, что я хотела. Это может казаться бредом, но это на самом деле правда. Нужно всегда сушить свое сердце и сделать так, как говорит вам душа. Знаю очень интересный вопрос. Когда суши? Ну, вот есть много людей, которые реально ждут видео с роллами. Есть люди, которых эти видео достали. Я нашла такой выход из сложившейся ситуации. В день, когда я буду выкладывать суши, роллы пусть будут, ну, в общем, в этот же день я еще буду выкладывать какое-то другое видео. Так вот, кому не нравятся роллы, они могут смотреть это видео. Не обязательно заходить на видео с роллами и в комментариях писать опять суши. Понимаете как? Например, вам не нравится, но есть люди, которые вот ждут, не пишут в комментариях. И тем более роллы они набирают очень много просмотров. То есть это говорит о том, что значит много кому это интересно. Просто огромная порция Цезаря, а мне еще нужно это съесть. Первый раз я попробовала Цезарь в России, когда с братом мы пошли в ресторан. Нам было, наверное, по 17, по 16. Хотя нет, какой 17? Ему было где-то, наверное, 16, мне было где-то 13. он открыл меню и сказал, что ты будешь? Я не знала, я вроде никогда и не была в каких-то заведениях. Знаете, как новичок в этой области, обычно когда с мамой там ходим в Макдональдс или в пиццерию какую-то, а особо так в ресторанах я и не была. И брат так пристально смотрела на меня, ну че, ты что-то заказывать будешь? Я такая, ну давайте салатик какой-нибудь. Мне сказали, а вам какой? Я сказала, а какой есть? И они сказали, есть Цезарь. Я сказала, давайте Цезарь. Мне он еще тогда очень понравился. Еще помню, когда первый раз с Фатей увиделись, Фатя говорит, ты можешь ко мне в гости тоже прийти, говорит, в то время, ну как бы наша первая встреча, так скажем, вот, не так скажем, а это была наша первая встреча. Она такая, говорит, у меня есть коронное блюдо. Я говорю, какое? и она говорит, Цезарь. Я сказала, а у меня коронное блюдо, это пирожки, так что приходи ты тоже к нам. Так я наемся, так не пойдет. Давайте пробовать это чудо. Ну пахнет, съедобно. Смотрите, какой огромный. Давайте так в сторонку. Ну неплохо, я вам так скажу. давайте дальше интересные вопросы. Интересный вопрос, кто будет подружкой на свадьбе? У меня на данный момент три близкие подруги. Одна из них Фатя, вторая это Шелли, и третья, ой, господи, что я делаю? И третья это Садет. Вот. Я даже не знаю. Мне кажется, для начала нужно жениха найти, кто будет женихом, потом уже думать, кто будет подружкой, невестой. Мне кажется, пока я выйду замуж, Фатя уже будет замужем. И с ребенком. Не знаю, почему мне так кажется, я так чувствую. А подружка невесты, это, по-моему, должна быть девушка, которая не замужем. Поэтому, скорее всего, Шелли. Хотя я не знаю даже. Шелли точно до тех пор не будет замужем. Она у нас еще та холостячка. И как бы неинтересно. Одно дело, что-то не получается, хочется, но не находится тот самый человек. А в случае Шелли ей просто не хочется. Следующий вопрос. Тебя зовут Айка Эмили? Нет, конечно, это мой псевдоним. Раньше я скрывала, сейчас думаю, что скрывать. Меня зовут Айнур. И фамилия у меня не Эмили. Какие вкусные сосиски. Это явно не гамбургер. Это можно назвать хот-догом. Ну, где-то там. Очень сытный, очень большой, но вкусный. Добавляем. Добавляем. И все. Есть ли у тебя родственники, которые говорят, за твоей спиной плохо? Я не знаю, если честно, потому что я с родственниками не особо тесно общаюсь, если честно. У меня есть один двоюродный брат, с которым мы очень часто общаемся. Есть его с женой, а со всеми остальными родственниками я поддерживаю. А еще у меня есть в Тагестане родственники, с которыми я тоже очень тесно общаюсь. А все остальные я вижу очень редко, в год один-два раза. Я не могу утверждать, что они что-то плохое про меня говорят или не говорят. Но я вроде такое не слышала, что, знаете, кто-то про меня что-то плохое говорил, потом мне это рассказали. Я, если честно, уже наелась. Можно сказать, что я зря доела до конца. Хот-дог я съела по половине, потому что он был большой, и тем более это уже третий мукбанг за сегодняшний день. Составлять себя я не буду. Вот на этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если вы хотите видеть на моем канале еще больше видео про роллы, то обязательно пишите в комментариях. Всем желаю удачного дня. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok